В праздник преображения Господня митрополит Симбирский Новоспаский Лонгин отметил день своей архиерейской хиротонии. О богослужении, прошедшем в Спасо-Вознесенском кафедральном соборе Ульяновска, расскажут наши коллеги. В канун праздника митрополит Симбирский Новоспаский Лонгин совершил все ночные бдения в Спасо-Вознесенском кафедральном соборе. В день преображения Господня митрополит Лонгин отмечает годовщину архиерейской хиротонии. Она состоялась в 2003 году в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. От имени духовенства Владыку Лонгина поздравил благочинный первого симбирского городского округа симбирской епархии протеерей Николай Архангельский. Являясь ныне митрополитом симбирским и новоспасским, вы самоотверженно трудитесь на ниве церковной. Стремитесь, как учит апостол Павел, представить себя Богу достойным делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. Молитвенно желаем вам крепкого здравия, душевного мира и щедрой помощи Божией в дальнейших трудах на благоустроении церковной жизни симбирской митрополии. Затем, с Днем Архиерейской Хиротонии, митрополиты Лонгина поздравили священнослужителей и прихожане, монаш, стующие сестры милосердия и православные молодежи. 19 августа митрополит Лонгин совершил божественную битурки в кафедральном Спасо-Вознесенском соборе. За богослужением Владыка Лонгин совершил хиротонию клирика храма в честь благовещения Пресвятой Богородицы города Ульяновска Диакона Иоанна Филиппова в Иерее и воспитанника 4 курса Саратовской православной духовной семинарии Валерия Ставровского в Диаконах. После литургии был совершен чин освящения плодов нового урожая. Многие знают, что именно на преображение в храмах по традиции происходит освящение плодов. Чин освящения нового урожая берет свое начало еще с древней восточной традиции принесения плодов в храм, что являлось благодарственной жертвой Богу задорованный им урожай. Если на Востоке в храм приносили освящать виноград, то на Руси это чаще всего были яблоки. Митрополит Лонгин поздравил прихожан храма с Днем Преображения Господня и напомнил им о духовном смысле этого события. Мы знаем из Евангелия о том, что Господь преобразился пред учениками, точнее, открыл им свою славу и силу перед самыми крестными страданиями, чтобы они могли бы вместить Ежеможаху все те события, которые произойдут впоследствии. Я хотел бы пожелать каждому из нас, чтобы свет Христовой истины, свет преображенного Спасителя нашего Иисуса Христа сопутствовал бы каждому из нас и был бы виден нам в течение всей нашей жизни. Прозвучали поздравления от губернатора Ульяновской области Алексея Русских и гостей епархии епископа Волгодонского и Сальского Антония. Я поздравляю вас с 15-летним дисциплинием в высоких церковных санках. Действительно, в Ульяновской области с завтрашним годом придан новый импульс сохранения духовности. Строятся новые программы, реконструируются старые и не только в городе, но и в районах. И вот это очень знаково и замечательно. Желаю вам печать, что ждем его успехов в вашем очень сложном, но, безусловно, очень нужном для нас и для всех веков. Я знаю вас как человек, который искренне любит церковь Божию. И главное обкопечение всей вашей жизни это умножение церковь, ее благосостояние, прежде всего, духовное состояние. И вот те труды, которые вы несете, они приносят плоды. И я уверен, что и здесь, на Симбирской земле, это ваше качество принесет обильный плод. И те преображения жизни церковных, которые мы уже видим, с каждым годом становятся все заметнее и заметнее. Многое лет вам благодарю Владыку. Владыка Лондин сердечно поблагодарил всех, кто пришел поздравить его в этот праздничный день и пожелал обильной помощи Божией. Сергей Николаев, Владислав Фролов, Симбирская митрополия.